Здравствуйте, в эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях руководитель благотворительного фонда «Наши дети» Епихина Наталья Леонидовна. Здравствуйте, Наталья. Если можно, расскажите, пожалуйста, о Вашем фонде. Когда он был образован или каких целей? Наш фонд был образован 10 лет назад, 25 ноября 2003 года. Цель, естественно, одна – помощь детям с особенностями в развитии, с ограниченными возможностями здоровья, как сейчас говорят. Почему организовала? Потому что у самой растет сын, который передвигается на инвалидной коляске. Ну, накопился определенный опыт, накопились определенные знания, которым хотелось поделиться с другими. Очень много было общественных организаций вокруг фондов, которые говорили, что помогают детям-инвалидам, но как-то вот реальной помощи какой-то не видела. Решила создать свой, и все закрутилось. Вы вот говорите, не видели реальной помощи. А что Вы вкладываете в это понятие, реальной помощи вот именно таким детям? Вы знаете, ни в коем случае, наверное, не материальную составляющую. Да, она немаловажна для наших родителей, для наших детей, потому что обычное лечение – это дорогостоящее. И я считаю, что для наших детей самое важное – научиться жить в современном мире, научиться со своими проблемами, научиться, такое слово не люблю, но социализироваться, научиться общаться, научиться определенным жизненным навыкам. Ну, даже, извините, научиться на инвалидной коляске скакать через пантуса, потому что делаются, да, есть определенные шаги, есть определенные подвижки, но пока для нас это очень-очень мало. Каким образом люди к Вам приходят и чаще всего у Вас с какими проблемами? У Вас, я не знаю, как сказать, есть специализация вот именно на каких-то заболеваниях или, в общем-то, Вы работаете со всеми детьми с ограниченными возможностями? Мы работаем со всеми детьми, объясню, почему. Да, наверное, правильнее работать в одном направлении, в узконаправленном, но я не могу отказать другим детям, которые обращаются за помощью. И опять же, я все ссылаюсь на свою личную ситуацию, опираясь на свой личный опыт. Почему? Потому что у моего сына не только ДЦП, но у него куча сопутствующих заболеваний, и мы побывали в различных центрах реабилитационных, в больницах очень много времени провели. И я видела детей, и те заболевания, с которыми я никогда раньше не сталкивалась, и понимала, что ни одна проблема, ни одно ДЦП, например, ни один аутизм, ни одно даунс-синдром – это проблема. А проблема, она глобальная. И, в принципе, если мы будем делиться на кучки, это тоже неправильно. Это опять какая-то разобщенность. Мы должны быть вместе, и тогда, может быть, мы как-то сдвинем проблему инвалидов, какие-то проблемы будут решаться. В чем вообще заключается работа вашего фонда? Ну, фонд работает по разработанным благотворительным программам. В Рязани реализовано, в Рязанском регионе реализовано более 30 благотворительных программ за эти 10 лет. Но самый большой проект, который, наверное, мы реализовали – это «Центр нашей дети». То есть у нас реабилитационный центр есть, там оказывается социально-психологическая, социально-педагогическая помощь детям, семьям, родителям. И у нас есть группа дневного пребывания, куда можно привезти ребенка, оставить на целый день, и мама может заняться повышением уровня жизни своей семьи, устроиться на работу, решить какие-то свои личные проблемы. Ребенок в это время, на самом деле, в обществе детей, в обществе квалифицированных педагогов, которые помогают ему, учат его, учат есть ложкой, учат ходить, стоять, учат справляться со своими проблемами. Еще у нас один большой проект, который мы реализовали – это благотворительный фестиваль «Солнышко в ладошках». Межрегиональный в том году приобрел статус «Солнышко в ладошках». У нас ежегодно в этом фестивале участвуют более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Но мы стараемся идти в этот фестиваль инклюзивный, чтобы в этом фестивале участвовали дети и с особенностями, и без. То есть ваша работа направлена только на детей, это получается до 18 лет, так? Да, наша работа направлена на детей до 18 лет, но наши дети растут, у нас есть дети, которые тяжелые дети, которым уже 21 и 25 лет. Мы их не оставляем без внимания, все равно мы их приглашаем на наши какие-то мероприятия, на какие-то праздники, всегда их стараемся поддержать, и не бросаем мы их никогда. Наталья Леонидовна, вот вы как человек, который, в общем-то, с этим столкнулся, живет в окружении таких людей. Ведь действительно многие из них со временем их состояния не улучшаются, да, это дети, которые больны аутизмом. У нас на сегодняшний день в стране существуют какие-то, я не знаю, варианты жизни этих людей, но они же тоже вырастут, они тоже станут взрослыми, и тоже, как это ни печально, родители их наверняка уйдут из этой жизни раньше. Каким образом вот человеку с такими проблемами, что же он рискует остаться один? Вы знаете, тяжелый вообще, тяжелый очень этот вопрос, и большая проблема. И со многими родителями, в том числе с другими общественными организациями мы работаем, и с городским обществом родителей детей инвалидов, и дорога в жизнь, и свой путь, которые занимаются как раз аутистами, и как раз мы все время собираемся именно по этой теме, что будет дальше, когда не будет нас, да. И на самом деле, ну, перспективы пока для нас очень плохие. Мы стараемся, конечно, найти пути решения этой проблемы, разговариваем про то, наверное, вы слышали, что под Санкт-Петербургом есть такая деревня Светлана, но ее, как всегда, создали иностранцы, и работают волонтерами там в основном иностранцы. Ну, мы пытались и хотели бы сделать такую деревню здесь, в Рязановском регионе, но это, конечно, требует и финансовых затрат очень больших, то есть и нужно как можно больше единомышленников в этом вопросе. Потому что, когда родитель, конечно, умирает или попадает в больницу, тяжелое состояние, наши дети попадают в дом-интернат, и, к сожалению, наши дети там долго не живут. Скажите, вот сегодня, если вдруг кто-то из наших телезрителей, да, увидит, захочет каким-то образом помочь таким детям с граничными возможностями, какую помощь вы принимаете, ждете, как вас можно найти? Если говорить об адресной помощи, у нас есть проект, который называется «Помочь просто». У нас большое количество детей, кому нужна конкретная помощь. Вот на данный момент у нас есть мальчик с ТЦП. Бабушка его просила помощь на дельфинотерапию. Ну, вы знаете, вот она буквально неделю мне позвонила, у них очень сложная ситуация, она говорит, я не хочу на дельфинотерапию никуда, потому что мама мальчика больна раком. И ей сделали химиотерапию, ей нужно 250 тысяч. То есть они заняли, и сейчас нужно отдавать этот долг, и следующий курс предполагается. И, конечно, вот на данный момент я хочу именно вот об этой конкретной семье сказать, которым нужна помощь, потому что у нас по уставу мы помощь оказываем только детям, не мамам, к сожалению. Но вот здесь такая сложная ситуация, когда я хочу обратиться за помощью как раз именно для мамы. Это, получается, помощь для семьи, в том числе для мальчика. Наталья Леонидовна, вот мы знаем, что, наверное, не все люди на сегодняшний день могут помочь материально, а помочь все же хочется. Каким образом им может быть какая-то вам волонтерская помощь? Да, нам очень нужна волонтерская помощь. Во многих проектах, во всех проектах требуется волонтерская помощь. Например, на фестивале у нас помогало 100 волонтеров, которые занимались непосредственно с детьми. Помощь нужна и в доставке колясок, например, в регион. В регион у нас есть программа «День рождения», где мы поздравляем ребенка. То есть у нас есть костюмы, в костюмах с шариками, с небольшим подарком. Мы идем к каждому ребенку домой, поздравляем. Тут обязательно нам нужны волонтеры, то есть нужна волонтерская помощь и в центре «Наши дети». Спасибо большое, Наталья Леонидовна, что вы сегодня пришли к нам. Вам мы желаем удачи в вашем большом добром деле. Ну, а если вы, уважаемые телезрители, хотели бы помочь фонду «Наши дети», вы можете обратиться по телефону, указанному на экране, к нам в редакцию или непосредственно в фонд. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Всего вам самого доброго, увидимся в следующих выпусках.